Вы не видели снежного человека? Нет? Тогда пойдемте с нами. Да нет, недалеко, всего 40 километров от Майкопа. Его пещера находится сразу на въезде в поселок Каменомосский, справа от трассы А-159, напротив парковки завода Волма. Он служит отличным ориентиром, виден издалека, мимо не проедете. Этот туристический комплекс в Беловодье основал туристический комплекс местный житель, большой энтузиаст, краевед Владимир Геннадьевич Меликов. Здесь имеется гостиница, ресторан, мини-зоопарк, дольмен, пруд. Но главное, ради чего сюда приезжают люди, это палеонтологический музей. Все в музей и мы в музей. Может, снежный человек там? Но там мы нашли только гипсовые слепки его ног. У людей свод стопы вогнут внутрь, а здесь наоборот. Размер потрясает. Примерно 70-й. Не хотелось бы встретиться в лесу с обладателем такой стопы. В 1993 году его нашли на вершине хребта Мешако. В 9 километрах от Каменомосского. А еще здесь есть меч Зульфикар с двумя параллельными лезвами. Такой был у Прокрока Мухаммеда и у Тимура. Говорят, современные мастера не могут делать такие мечи. Значит, древний. Боже, чего только здесь нет. Это цельная цепь Прометея из камня. На ней ни одного шва и стыка. Разные предметы палеонтологии и быты разных времен. А еще тут много окаменелых моллюсков, собранных в долине аммонитов. И вы еще думаете, что палеонтологические коллекции это скучно? Что они интересны только ботаникам, археологам и историкам? Ну а я вот после посещения паноптикума иначе думаю. Загляните, не пожалеете. Ну все. Пошли дальше осваивать территорию комплекса. А она весьма-весьма необычная. На пороге уютного подворья гостей встречает полюбившаяся всем хрюшка. Угостите ее несколькими сахарными кусочками. И она продемонстрирует вам пару незабываемых трюков. Маленькое озеро облюбовали белоснежные лебеди. Еноты обжили просторный вольер, а из окна башни крепости смотрит гиага. Так в сказках Адыгеи кличут Бабу-Ягу. Вон там она. Каждые 15 минут Баба-Яга выходит. Так нам пояснил владелец музея. Надо ли говорить, что дети, гуляя по территории, с нетерпением поглядывали то на часы, то на крышу? Когда же снова распахнется волшебная дверь? Но Баба-Яга тут не одна. А, есть еще во дворе. Но она, ведьма, уже спустилась с чердака. Наверное, для того, чтобы с нами сфотографироваться. Вон какая красавица. Часы на башне тоже удивительные. Как объяснил Владимир Геннадьевич, в них зашифрована дата основания туркомплекса. А буквы ММ означают миллениум. Поскольку сразу после них стоит римская цифра 8, легко понять, что комплекс основан в 2008 году. Здание гостиницы напоминает сказочный замок. Каждая деталь этих строений требует внимательного изучения. У нас только разнообразные украшения фасада, крыши, балкончики и переходной галереи. Сделать из каменной щели такую красоту – это просто уму непостижимо. По дворе осмотрели, бабьику нашли и даже с шарманщиком познакомились. Но где же снежный человек? И мы опять отправились на его поиски. Через мостик в лес. Ведь логично, что пещера в лесу. Ау, снежный человек, ты где? Да, красота необыкновенная. Может, пещера-то там? И высота хорошая. Нет, туда не пойду. А что с этой стороны? И тут глубоко. Ого-го. Ау, откликнись, снежный человек. Долго мы бродили. Но снежного человека в лесу не нашли. Пришлось вернуться назад. Ну и ладно, зато свежим воздухом подышали. Проголодались и решили перекусить. Подстать комплексу и ресторан. В меню традиционные европейские национальные блюда. Мясо, рыбу и птицу здесь запекают в настоящей каменной печи тандыри под древним черкесским и казачьим рецептом с душистыми горными травами. Гостей почуют. Либо в теплом каминном зале, или в прохладной тени у ручья. Так вкусно! Я думала, язык проглочу. Но пока мы заказывали еду, то нашли пещеру снежного человека. Она оказалась прямо под рестораном. Пошли знакомиться. Вон какой красавчик! Дети в восторге! Ой-ой-ой! Они тоже решили там поселиться. Пока мы решали, где мы будем жить, и наша еда подоспела. Вкусняшки-то видите какие! А пока мы кушали, у нас все время выспрашивал сладенький кусочек, вот такой вот боровичок. Не знаю, почему боровичок. Вообще, это мини-пик. Такой классный. Кстати, его Кузей зовут. Ну, мы пообедали, и решили осваивать дальше территорию. Здесь было еще очень много интересного. Наши городские дети были очень рады курятнику. А еще они там увидели павлина. Вон какой красавица! А недалеко от курятника был дольмен, по которому лазили мальчишки. Но и наши не применули воспользоваться этим. Кстати, дольменов в Хаджухе много. Недалеко от Беловодья есть прям дольменная зона. Но здесь один только. Ну и какая-то стоянка древних людей стилизованная. Так, все это выглядит. С древними пообщались и уже собрались уходить. Но обнаружили еще одно интересненькое местечко. Решили заглянуть. Небольшой прудик с родничком. Очень чудненько. Добавались. Детям очень понравилось. Но все-таки пора было уходить. На сегодня я с вами прощаюсь. А вы ставьте лайки, пишите комментарии и приходите к нам еще. Я расскажу много-много интересного. Пока!